Всем привет, друзья! Пока все будут подключаться, хочу сказать, что я очень счастлива, что наконец-то мне возобновили эфиры, и мы с вами можем продолжать общаться. Сегодня у нас классная тема, я сегодня хочу поговорить про то, каким образом сегодня происходит очень интересная вещь, а вещь происходит следующая, мы все больше и больше наблюдаем пар, в которых зарабатывают женщины, и если общее такое, ну как бы стереотипное мышление говорит о том, что мужчина добыча, женщина хранительница очага, и как только мы видим историю о том, где женщина зарабатывает деньги, мы обязательно говорим, что вот она сильная, а он слабый. Мы выставляем женщину в роли страдавицы очень часто, что ей вот бедняге нужно, женщины по-разному сегодня рассмотрим это, но женщины достаточно часто тоже чувствуют себя при этом жертвами, что какая же вот я все-таки великая мученица, мне приходится зарабатывать деньги, а ты? И зачастую женщина начинает унижать своего мужчину, постоянно принижать его достоинства, не видеть в нем никакого достоинства, и почему-то находиться в роли жертвы с этим мужчиной. В общем-то, очень много есть на самом деле моментов и нюансов, которые бы я сегодня хотела обсудить. Почему? Прежде всего я бы хотела их обсудить, потому что мы все время говорим о деньгах, мы находимся с вами в материальном мире, мы все время говорим о том, как нам сильно больше хочется начать зарабатывать, мы все время говорим о том, что нам сильно не хватает денег, страдаем по этому поводу и зачастую находим кого-то, кого мы можем в этой ситуации обвинить. Безусловно, этим человеком является мужчина, мы все время говорим, что не тот, не того выбрали, или у него не получается, и вот и все время на этой почве все как бы и строится. Поэтому давайте сегодня пожуем эту тему, не совсем могу понять, что происходит, я хоть на своем аккаунте вышла, а то у меня уже начинаются подозрения. ...соединяются, друзья, на своем аккаунте вышла, скажите мне, пожалуйста, может быть, я вышла на каком-то другом, а то такое тоже может быть. Я надеюсь, что все окей. Да, все хорошо, спасибо большое, а то у меня есть еще детский аккаунт, я уже думаю, может быть, я когда-то вышла с другой стороны. Поэтому сегодня пожуем эту тему, хорошо. Давайте начнем с основного момента, что на сегодняшний день есть достаточно большое количество пар, где деньги приходят прямым или косвенным образом через женщину. Например, есть такие пары, в которых женщины действительно занимаются бизнесом или имеют какие-то серьезные должности, а мужчина имеет какую-то свою работу, а иногда и не имеет свою работу, иногда занимается какими-то более делами такого досуга. Такие пары я тоже знаю, ну или чем-то таким, знаете, чтобы было, но, скажем так, на деньги это не ориентировано. И при этом эти пары счастливы. Ну такой, конечно же, вопрос, а как эти пары могут быть счастливы? А я вам скажу, что очень просто. Ведь мы почему-то привыкли, что отношения – это обязательно история про деньги все равно, да? Ну то есть он должен быть более сильным. Но ведь у мужчины есть еще и такой момент, как и у женщины. В общем-то наполнение. Женщина и мужчина являются двумя сосудами, которые друг друга наполняют. И очень часто в современном мире, это, кстати, связано там с астрологическими моментами в том числе, но поскольку я не про астрологию, я не буду эту тему поднимать, женщина сейчас стала энергетически становиться сильнее. Но каким образом мы питаемся? Обычно связаны между собой две энергии – энергия любви и энергия денег. Вот очень часто бывает такое, что мы привыкли как? Что женщина вливает в мужчину энергию любви, а мужчина, из него вытекает энергия денег, которая притягивает в жизнь благополучие и достаток. Но я вам хочу сказать, что мы же наблюдаем с вами за вот этим таким, ну это не феномен, а просто за таким явлением, когда женщина является сильной энергетической личностью. Да? Ну, ты не особо это спрячешь, когда у тебя это присутствует. Тебе не надо для этого махать топором, громко кричать. Просто эта сильная энергетика, она как бы у тебя проявляется, и все ее замечают, несмотря на то, что ты при этом можешь быть очень женственной, нежной, мягкой и ранимой. Так вот, женщина, которая способна зарабатывать деньги, большие деньги, она очень сильно нуждается во вливании вот этой энергии любви. И именно поэтому мы часто можем наблюдать, когда женщина зарабатывает больше денег, или вообще мы понимаем, что она прилично зарабатывает, мы не меряем. Но при этом в женщину вливается большое количество энергии любви со стороны мужчины. Это может быть ее муж, это может быть, если она там не замужем, или неважно в каких отношениях, это могут быть ее мужчины. Потому что, как правило, такие женщины любят восхищение, любят, чтобы им поклонялись, любят, чтобы им уделяли внимание, чтобы им говорили какие-то особенные слова. То есть женщина питается через мужчин. А женщина, напитанная любовью мужчиной, конечно же, хочет... Ну, женщина вообще по природе своей достаточно благодатная, благодатная такая себе мать, надо снять цепочку, это вот тут стучит, которая привыкла отдавать, ей нравится отдавать. То есть если вы меня напитываете, да, например, дорогой мужчина, то мне совершенно не жалко отдавать, учитывая, что благодаря этой напитке я получаю в свою жизнь деньги. И самое дурацкое и тупое в этой ситуации, что может делать женщина, это страдать от этого. Осознанная женщина никогда от этого не страдает. Она понимает, я люблю делать то, что я делаю, ко мне приходят деньги, меня любят мой мужчина или мои мужчины, и я счастлива от этого. Я излучаю этот кайф, удовольствие, эту любовь, так что-то припаркуюсь и тоже буду все это излучать. Вот, я все хотела где-то встать в тенек, но не получалось. И, соответственно, я получаю удовольствие от всего происходящего. То есть я не страдаю по тому поводу, что я зарабатываю деньги. Но что происходит с большинством обычных женщин? Женщины зарабатывают деньги, понимают, что у них получается, понимают, что у них или строится карьера, или идет бизнес, но тот мужчина, который находится рядом, женщина начинает его терроризировать. И все время ему говорит, ты слабак, ты хилый, ты плохой, ты слабый, ты еще какой-то. И потом удивляется, почему у нее начинаются проблемы в финансах, где-то на работе, и почему с мужчиной у нее не клеится. Вот здесь очень важный момент, который я называю на буковку Ч, честность. Очень важно перед тем, как вот входить в какие-то финансовые истории, там расставлять наклейки, кто из вас слабый или кто из вас сильный, задать себе вопрос. А вот тот человек, который находится рядом со мной, вот этот мужчина, который находится рядом со мной, я что к нему испытываю? Он мне для чего? Вообще, какой мужчина может рядом со мной находиться? Могу ли я в своей модели, не в модели общепринятых норм, а в своей личной женской модели, представить, что рядом со мной находится мужчина, который просто, например, сейчас, мы не можем это говорить на всю жизнь, утверждать, любит меня, который меня любит, который меня боготворит, с которым у нас есть отношения, не характера того, что он обеспечивает, или он, нет, он меня любит. То есть, у меня с ним нет взаимосвязи между финансами, что я от него чего-то ожидаю, я ожидаю, что он станет кем-то другим, а не тем, кем он есть сейчас. То есть, предполагаю ли я это? Могу ли я себе такое представить? Почему? Потому что бывают такие ситуации неоднократно, когда женщина начинает строить карьеру, у нее все получается, но при этом она постоянно пилит своего партнера рядом. Ты недостаточно хорош, ты недостаточно вырос, ты недостаточно зарабатываешь, все недостаточно, и когда мужчина принимает решение уйти от нее, ну его просто заебают это, у женщины начинается истерика. Как так? Начинается истерика по разным поводам. Первое, там, обвинение, я тебя кормила, поила, то есть, это отношение уже как собственности к своей вещи. Второе, это вдруг осознание, что я тебя так сильно люблю, да, помните, когда с нами очень хорошо люди ведут себя, наши партнеры, мы это не ценим, но стоит им врезать нам по морде, каким-то прямым или косвенным образом, как у нас начинает просыпаться любовь. То есть, это тоже такое интересное наблюдение за человеческим родом. И поэтому изначально, перед тем, как вы все начнете ломать и крушить своего партнера, вы должны задать себе этот вопрос. Потому что, если вы осознанно понимаете, что вы любите этого человека и хотите с ним быть, то, соответственно, можно бы и принять историю в том, что деньги будут приходить через вас, и подумать, а каким образом он непрямым, но косвенным средством может этому помочь. А он может этому помочь тем, что он будет вас любить, тем, что он будет с вами отдыхать, тем, что он будет вам помогать, вдохновлять вас. Ну, часто я слышу такое от женщин, что за бред, ну, зачем меня вдохновлять? А вы представьте себе на секунду, что сейчас он разворачивается, например, мир и исчезает из вашей жизни. Не боитесь ли вы впасть в такое состояние, при котором вся ваша работа, вся ваша карьера, все это станет вам ненужным? Ведь женщины – это тоже создание крайне разное. И для многих женщин уход партнера или переключение его с вас на кого-то другого или на что-то другое равно вообще как бы апокалипсису и трагедии. И вот это важно понимать. У каждой из нас есть свое понимание отношений. И самое тупое, когда мы, почитав женский журнал или послушав чье-то одно типичное мнение, начинаем, значит, говорить, ага, у меня, значит, неправильный. Вы должны всегда прислушиваться к себе. Это крайне важный момент. Потому что если, вот есть у меня такие подруги, которые говорят, да никогда рядом со мной не будет мужчины, который не зарабатывает достаточно. Это позиция, это жизненная стратегия. И, соответственно, если мужчина появляется, который финансово неблагосостоятелен, он сразу же уходит из ее жизни. Но если вы изначально вот эти моменты не продумываете, есть такие у меня подруги, которые содержат своих мужчин и нормально себя чувствуют. Они говорят, если бы он меня так не вдохновлял, если бы он меня так не любил, если бы у меня с ним не было такого секса, я бы ничего не хотела делать. То есть мы по-разному можем вступать в отношения со своими партнерами. Надо это обязательно понимать до того момента, пока мы с вами чего-нибудь там не напорим. В чем существует проблема утечки денег? Чего мы не знаем? Дело в том, что я вам уже говорила о том, что мы с вами все время за нашими мыслями прячутся энергетические вибрации. То есть что бы мы ни думали, у нас это вызывает эмоцию, положительную или отрицательную. Нам это или нравится, или нет. Мы когда об этом думаем, мы либо радуемся, либо огорчаемся. В зависимости от того, какую эмоцию мы испытываем, мы притягиваем с вами в жизни ситуацию обстоятельства с этим же знаком, с плюсом или с минусом. И вот когда вы, например, зарабатываете деньги, они идут через вас. Ну вы злитесь, что они идут через вас. Ну почему я должна за все это платить? Почему я должна его содержать? Говорите вы. Почему это я за наших детей все плачу, а он там лежит? Вы испытываете негатив. И этот негатив начинает перекрывать ваши финансовые каналы. Потому что вы испытываете его не только в принципе, а вы его испытываете еще и по отношению к деньгам. Потому что деньги к вам идут, а вибрация при этом страдания. И ваше подсознание, очень хитрое и заумное, начинает связывать, что деньги идут, успех идет, но моя хозяйка страдает. Значит, деньги – это то, что приносит ей страдания. А я, как подсознание, отвечаю за то, чтобы не давать своей хозяйке то, что приносит ей страдания. Поэтому от денег я буду ее всячески оберегать. И вот таким образом вы начинаете перекрывать свои финансовые каналы. Я могу об этом смело рассказывать, потому что я это прошла. Я это прям четко прошла. В тот момент, когда я натянула на себя одеяло в нашем партнерском бизнесе, сказал, что это значит, все через меня проходит. Начала, значит, страдать, что так тяжело мне это дается стерто-стерто, что вот все, почему я, если бы не я, то тогда бы ничего. И я настрадалась так, что практически закрыла финансовые ресурсы, все, которые только возможно было закрыть в нашей семье. Потому что действительно с точки зрения энергии, попрошу вас обратить внимание, с точки зрения энергии, в моем союзе деньги приходят через меня. Но с точки зрения бизнеса и работы, это однозначно полное равноправие, потому что мой супруг, например, выполняет огромную долю работы в бизнесе. По сути, я являюсь только вот этой говорящей головой, которая ведет и занимается, а вот этот огромный айсберг всего, как это продается, продвигается, узнается и так далее, это уже все непосредственно его работа и работа тех людей, с которыми он сотрудничает. Я понятия не имею, как это происходит. Но в тот момент, то есть у меня немножко не такая прям ситуация, где мужчина ничего не делает. Но, например, я могла бы себе предположить, что рядом со мной сейчас находится мужчина, мужчина, которого я люблю, с которым мне хорошо, который меня наполняет, и при этом через которого не проходят финансы. Это должен быть очень осознанный выбор, потому что, еще раз повторюсь, самое тупое, что делает женщина, это то, что когда у нее начинается все хорошо, она начинает пилить и ненавидеть. И таким образом, вы, например, у вас есть какая-то работа, или какой-то бизнес, или какие-то идеи, но вы видите, что ваш партнер, ну там, недостаточно силен, не дотягивает в тех вопросах, в которых бы вы хотели его видеть. Здесь очень важно проводить искренние разговоры и с партнером, и с собой. То есть важно находить ответы на вопросы, чего искренне хочет ваш партнер, и чего искренне хотите вы. И если вы для себя понимаете, что у вас есть жесткая позиция в том, что он должен расти и развиваться, надо изначально разобраться с этим вопросом, хочет ли он этого. Потому что если он этого не хочет, а для вас это жесткая позиция, то бесполезно совершенно пытаться эту пару каким-то образом сделать счастливой. Вы будете страдать, он будет страдать, и даже если к вам будут приходить деньги, их будет приходить гораздо меньше, и вы все равно будете притягивать в свою жизнь постоянные страдания, потому что вы на них настроены, потому что вы настроены. Знаете, у некоторых людей наблюдаются такие интересные вещи. Я часто, когда общаюсь с людьми, я все время анализирую о том, что они говорят и что они делают. Бывают такие люди, которые говорят, вот я сейчас парюсь с какой-то проблемой, и ты говоришь человеку, слушай, ну тут особо нечем париться, вот тебе ряд решений. Он говорит, и причем ты даже даешь не просто решение, ты некоторые решения прямо делаешь за него, говоришь, ну вот на тебе. Ну вот условно представьте себе, что вы сидите и говорите мне, Оль, вот у меня сейчас, я не знаю, мне нужны деньги сейчас, я вот так расстроен, я достаю вам кошелек или карту, и говорю, сколько там тебе надо, 20 тысяч, на, перевела тебе. И вроде бы человек должен обрадоваться, решилась его проблема, но человек говорит, да, 20 тысяч, конечно, да, ты дала мне, но у меня же уже долг есть, еще 20 тысяч, мне его нужно тоже отдать. Ты говоришь, ну на тебе еще, я за долг твой заплачу. Он говорит, да, но теперь у меня 40 тысяч долго перед тобой, а еще у меня у девушки день рождения, и значит мне там хочется купить ей цветы. И чем больше ты человеку начинаешь решать проблем, тем больше он их начинает создавать и видеть. Это говорит о том, что человеку нравится находиться в моменте страдания. То есть он подсознательно, он не понимает этого, но он подсознательно просто любит страдать. То есть ему нравится, чтобы его мозг был занят этим. Почему? Потому что люди могут находиться в двух состояниях. Либо в состоянии роста и развития, когда мозг все время думает о том, что необходимо сделать, куда я продвинусь дальше, куда что я могу чего-то завернуть, либо находиться в состоянии собственного страдания и решать проблемы низшего уровня. Он меня не любит, я его не люблю, у меня нету, я не знаю, как купить себе, не знаю, корм для собаки, я поссорилась с подружкой. Значит, мы находимся в двух этих состояниях. Мало того, я вам скажу, вне зависимости от того, насколько мы продвинутые люди, эти два состояния нам свойственны. То есть мы находимся либо в одном, либо в другом. Разница между успешными людьми и обычными людьми заключается только в том, что у успешных людей 10% глобального времени уходит на хуйню и 90% на рост, а у людей обычных уходит 90% на хуйню и 10% на рост. Так понятно, я думаю, понятный пример. Поэтому вот это нужно осознавать для себя. Хуйня, простите, будет у каждого из нас. У каждого. Мы каждый имеет право, мы не можем находиться в 100% ресурсном состоянии. Ну, понимаете, мы как бы… Это нормально. Есть вдох, есть выдох. Мы можем с вами работать по 18 часов в день, и тем не менее 6 часов нам нужно спать. Потому что если мы не будем этого делать, то мы нахрен с вами сломаемся. Вот, собственно, и всё. Я сейчас не понимаю, о чём вы говорите, как с этим дебильным состоянием бороться, из контекста что-то взято, не понимаю, о чём мы говорим. Но давайте дойдём. Поэтому перед тем, как вмазываться в какую-то историю, вот это, да, и начинать развешивать ярлыки того, что он дурак, или почему деньги через меня, вот важно понять, что здесь нужно разбираться глобально. Деньги приходят через вас, это замечательно. Если вы не готовы при этом видеть партнёра, через которого не приходят деньги, значит, не надо его выкручивать, нужно с ним честно поговорить и быть готовы самостоятельно расстаться. Если вы понимаете, что что-то вы не готовы расстаться, тогда задайте себе вопрос, а зачем он мне тогда нужен? А предположим, у него не будет денег столько никогда, сколько мне нужно. Предположим, готова ли я от него отказаться? Готова ли я остаться без этого человека? Потому что, ещё раз повторюсь, у женщин, да и у мужчин, в общем-то, наблюдается эта замечательная особенность. Мы сначала, значит, что-то там напорим, да, сделаем безбашенное, а потом начинаем разгребаться и спасать вот этот, сами то, что натворили, да. То есть это, можно было бы сказать, от скуки, но, скорее всего, это от нашей неосознанности и глупости. У меня всегда есть такая поговорка, про которую, конечно, я тоже периодически забываю, а зря, что когда хлопаешь дверью, вот решил хлопнуть дверью, будь готов к тому, что она может больше не открыться. Если ты не хочешь этого, тогда не хлопай дверью, то есть оставляй её приоткрытой. Хлопать дверью, это значит, говорить или совершать такие действия или слова, после которых второй человек никогда больше не захочет с тобой ничего продолжать. Вот это важно осознать и понять и желательно, ну, как бы сделать это заранее. Поэтому вот, если говорить о собственном примере, то в тот момент, когда я вдруг осознала, что я люблю делать то, что я делаю, и действительно в энергетическом моменте я сильнее по финансам, и, скажем так, все мои идеи, все мои стремления обретают форму, да, то есть я могу через это зарабатывать деньги, а мой муж, например, может делать всю вот эту всю, весь этот огромный технический базовый хвост, который, ну, огробит. И прекрасно. И когда я это осознала, я поняла, что просто наш тандем денежный, классный, офигенный и замечательный. И я перестала страдать, что, значит, вот, если я условно не буду сама что-то там проводить или быть в кадре, или, значит, быть активной, быть наверху айсберга, то, значит, ну, значит, все остальные фиговые, это все из-за меня. Нет. Вы знаете, за каждым артистом стоит огромная свита. Вот то же самое могу сказать обо всем, что происходит в жизни. За всем стоит большая команда людей. Поэтому вот в данном случае, когда меня, например, спрашивают, что у вас кто деньги зарабатывает, в моем случае я точно могу сказать, что у меня это 50-50. И лишись я сегодня партнера, я бы получила большие проблемы в своем бизнесе, стерт и стерт. Я не хочу даже такое рассматривать. И тем не менее, у меня есть подруги, например, чьи мужчины не работают. Есть подруги, которые говорят о том, что я расстаюсь с ним, потому что нужно понимать, что в некоторых случаях неработающий мужчина, это не то чтобы альфонс, мне не очень нравится это выражение, это мужчина, который начинает себя ущербно чувствовать и свою женщину принижать и придавать ей, ну как бы знаете как, бросать в нее камешки. То есть она как бы зарабатывает, работает, его-то задача наполнять. Вот здесь очень важно помнить, что я в состоянии оставить рядом с собой партнера, который не дает мне напрямую деньги, но который дает мне ресурс, который дает мне наполненность, который дает мне то, без чего мне сложно что-то дальше делать. Но если я рядом оставляю партнера, который меня бесит, раздражает, он ничего не делает, он меня не то что не наполняет, он меня раздражает, в этом случае важно вовремя принять решение. Но когда вы сидите и ничего не делаете, например, сами, не в состоянии или вы не хотите, или вы заняли такую принципиальную позицию, а ваш партнер зарабатывает сколько-то, но все равно мужчинам свойственно, они ходят на работу, он сколько-то зарабатывает, а вы его постоянно пилите, значит, что ты там недостаточно, ты там то, ты там то, а он активно сопротивляется, тут тоже важно понять, что вы перекрываете финансовую энергию не только ему, но и, возможно, себе, потому что вместо того, чтобы начать реализовываться самостоятельно, ну, всегда же сидеть легко и на кого-то крякать, вместо того, чтобы избавиться от партнера, потому что если вы хотите рядом с собой богатого мужчину и не в состоянии этого никак наполнить, а наполнить вы его можете только через любовь и при условии того, что его личный потенциал, то есть он в состоянии, он хочет, желает эти деньги зарабатывать. Мы наблюдаем ситуации, когда видим, что многим мужчинам и женщинам просто не нужно много, не нужно, и вот если вы совпали потенциалами, например, там тысячу долларов, для вас обоих это классная сумма в месяц, супер, но если для вас нужно 20, а его потолок 1000, то вы будете страдать, понимаете, вы находитесь в состоянии страдания, потому что, ну, вы друг другу, он считает, что вы перегибаете, а вы считаете, что он сильно низко, в этом случае важно принимать решение и расставаться, потому что когда вы начинаете друг друга насиловать, это постоянный выплеск негативного состояния, негативное состояние никогда не равно деньги, вы должны осознавать, страдания и деньги это разные вещи, деньги это всегда про удовольствие, это вот то, о чем я вам постоянно сейчас пишу и говорю в рамках марафона «Закон и денег», что у нас есть огромное количество негативных эмоций, которые мы с вами испытываем, которые у нас ставят такие энергетические заслонки, и любой наш негатив, мы расстроились, что у нас сегодня мало работы, мы расстроились, что нас не любят, мы расстроились, что кто-то сказал не так, как бы нам хотелось, мы зашли в магазин и расстроились, что не можем себе что-то купить, мы посмотрели концертную афишу и расстроились, что дорогие билеты, мы позвонили попросить зарплату, а нам сказали, что сегодня не заплатят, все эти расстройства энергетически перекрывают наши финансы, чем меньше у вас денег, тем меньше их начинает еще становиться, еще вас кто-то украл, где-то вы потеряли, у вас вылетели деньги, есть такая фраза замечательная «деньги к деньгам», а когда деньги у вас начинают уходить, они уходят и вообще уплывают через все дыры, потому что вы страдаете, а ваше подсознание прекрасно знает, что то, что приносит страдания моему хозяину, ему не нужно, раз деньги приносят ему страдания, значит от денег мы будем избавляться, но это то, что лежит на поверхности, и вы об этом не всегда думаете, а если бы вы знали, сколько в нашем подсознании лежит у вас всяких программ, которые вы считаете, что вообще не программы, вы считаете, что это вообще, это вот знаете, как у меня, я все время привожу этот пример, у меня была подруга, которая хотела сильно похудеть, я ей говорила, ну солнышко, ну надо просто поменьше жрать, хотя бы на чай, и она мне говорит, ну слушай, ну я утром встала, я съела только миску гранулы, там где-то порядка 800 килокалорий, а вот, и я за день, в основном только пью, я говорю, ну ты за день выпиваешь 10 чашек латте, и она говорит, ну там же 0 калорий, в чашке латте 0 калорий, ну там в чашке латте минимум 100 калорий, минимум, если там нету какого-то сахара или сиропа, а так там сильно приличнее может быть, 140, 150, а с сахаром и сиропом и 200, но это ее незнание и невежество в контексте вот этой калорийности, то есть она это делает уверенно в том, что она, ну как бы ничего не ест, и она считает, что у нее гормональный сбой, вот точно так же мы считаем, что деньги просто к нам не идут, именно по причине того, что мы не понимаем на самом деле, что мы говорим про деньги, что мы о них думаем про эти деньги и почему они к нам не желают идти, вот эта связь существует, так вот, когда мы, давайте вернемся, когда мы начинаем пилить опять-таки партнера, ты же мужик, ты же должен, он у Машки, посмотри, как зарабатывает Гриша, а этот ей шубу купил, ваш партнер начинает ненавидеть вас все больше, почему партнер ненавидит вас, когда вы пилите его за деньги, знаете почему? Почему? Не потому, что это деньги, а потому, что он чувствует себя слабым, вы берете его яйца и, мое любимое сравнение, дверкой их начинаете прижимать, то есть вы прижимаете яйца своего партнера, показывая ему его никчемность, вы говорите ему, у тебя никчемные яйца, ты слаба, у тебя нет денег, когда вы говорите про деньги, он слышит, что он слабый, и никакой мужчина, даже самый тюфяк, не хочет быть слабым, не хочет. И даже я вам даю такую рекомендацию, если ваш мужчина, например, вы платите там где-то за него, или вообще он на вашем содержании находится, или он зарабатывает значительно меньше, у него есть какие-то деньги, но все расходы ведете вы, вы всегда должны говорить своему мужчине, если вы желаете, чтобы он был с вами, то есть если он вам нужен, это очень важный момент, вы всегда должны его хвалить, благодарить и объяснять, как он вас наполняет. Он должен чувствовать себя партнером в вашем бизнесе. Я понимаю, часто мы говорим о том, что мы мужчинам выращиваем крылья, и вот мне, например, мои подруги неоднократно говорят о том, что у меня есть такое свойство поднимать людей над землей, но я считаю, что если человек находится рядом со мной в моем окружении, то он уже не божитель, то есть я так считаю, и я его напитываю, я всегда стараюсь делать так, чтобы люди рядом со мной себя чувствовали королями, а не пешками, но при этом, как королева, я прекрасно знаю, что если я отвернусь, что если я решу, что увижу неблагодарность, то пешка все равно окажется на земле, потому что это я делаю человека рядом с собой королем, своей энергией. Но если уже он у меня находится рядом в моем окружении, то я этого человека всегда купаю в своей любви, в своем внимании, потому что мне кажется, это очень правильно. Но это моя, опять-таки, жизненная позиция, моя жизненная стратегия. Мне так комфортно. Я не очень люблю опускать рядом с собой людей, потому что я считаю, что когда я поднимаю других людей, это заставляет меня взлетать самой, становиться еще лучше, и это делает меня лучше. Когда я опускаю других людей, это означает, что я сама боюсь лететь, и я стараюсь держать вокруг себя только низшее сообщество, чтобы на их фоне что-то из себя представлять. Для меня это стратегия как бы бедного человека, прежде всего бедного в своем мышлении. Поэтому я всегда стараюсь, наоборот, вдохновлять людей. И, собственно, даже с аудиториями, со своими, я не особо люблю стратегию унижать. Я могу показать на каком-то жестком грубом примере, могу, и, в принципе, близкого человека я тоже, если он меня достанет, могу, ну, простите, втоптать в грязь. Но я очень этого не люблю, потому что это мне не свойственно, то есть мне неприятно. Это делать сейчас вообще от слова совсем. Вот, поэтому очень важно с вот этой историей разобраться и понять, что когда вы пилите мужика своего, вы, собственно, лишаете из себя денег, и это вопрос не мужчины, это вопрос ваш личный. Вам необходимо разобраться, за что вы его любите, и вам необходимо разобраться, способны вы любить мужчину, который не зарабатывает. Нету ничего стыдного в том, чтобы признать, что вы не способны любить такого мужчину. У каждого из нас есть некий свой портрет, некий свой, ну, наверное, не стереотип, а некая модель. Некая модель партнера, которого мы для себя представляем. И в разные периоды времени, это могут быть разные партнеры. Мы с вами меняемся, да. Ну, вот смотрите, например, когда я там, взять меня 15 лет назад, я была девочкой, которая закончила институт, пела в женской группе, у которой не было еще стержня внутреннего, не было понимания, кто она, было желание расти и развиваться, и у меня не было финансовых каких-то, ну, ничего финансового еще со мной, да, не присутствовало, не было за мной денег. Вот, и, соответственно, я представляла, что рядом со мной должен быть партнер финансово обеспеченный, мне хотелось, и мне самое главное, хотелось, чтобы этот партнер позволял мне развиваться, потому что характер у меня был всегда такой, ну, как бы, не из серии посидеть в салоне красоты, никогда этого не любила, и сейчас терпеть не могу. То есть из серии развиваться и идти вперед. Круто, если мы это будем делать вместе, вообще зашибись. В общем-то, в моей жизни так и сложилось. Например, на сегодняшний день, вот если сегодня меня обнулить и просто увидеть Олю, я на сегодняшний день другая. Мне сегодня, вот если с нуля начинать, совсем не обязательно видеть рядом с собой партнера, который обеспечен и который идет вверх. Вверх, наверное, хотелось бы, потому что не совсем понимаю, как я могу быть с человеком, которому неинтересно развиваться. Ну, скорее всего, это просто не какой-то непродолжительный период времени. Но, например, могу ли я сегодня обеспечивать своего партнера? Могу. И напрямую, и косвенно. Но буду ли я у него просить взамен? Да, однозначно. Он должен меня наполнять и питать так, а я бездонный океан. То есть меня надо вливать. Вот любовь, меня нужно литрами вливать. Потому что если я утром не услышу, что я самая лучшая женщина на планете, то, собственно, как-то непонятно, что тогда в него вливать. То есть, понимаете, вот сегодняшняя я уже может быть при других обстоятельствах. А какая я буду через 5 лет или даже через год, я понятия не имею. То есть мы меняемся, и у нас меняются наши взгляды, видения, требования, все что угодно. Поэтому это нормальная, абсолютная история. Но важно на каждой точке всегда задавать себе этот вопрос. Поэтому вот эта глобальная стереотипная история про то, что мужчина, если не зарабатывает он козел, надо делать так. Не он козел, а я коза, если я живу с человеком, с которым мне плохо. Вот так вот. То есть мы не говорим никогда про то, что он. Мы говорим, вы же хозяйка своей жизни или хозяин, если вы мужчина. Вы, вот есть такое на украинском языке, бачилы, очи, щеку, кувалы. В данном случае не то, что прям видели глаза, что покупали, а вы видите, с кем вы находитесь. И вы в силах всегда все в своей жизни изменить. Вы в силах это сделать. Не занимать позицию жертвы. Жертва – это тот, с кем случается. Я никак не влияю на свою жизнь, я ничего не могу поделать, вот так все произошло. Нет. Я хозяин своей жизни. Да, это страшно. Вот всегда говорят, ну это же страшно. Это страшно. И поверьте мне, страшно бывает всем абсолютно людям. Старым и молодым, бедным и богатым, успешным и не очень. Мы все, у нас у всех есть чувство страха, у нас у всех есть чувство стыда, у нас у всех есть чувство любви. Мы сами все этим прекрасно похожи. Вот как бы и вся история. Поэтому, еще раз, энергия денег – это энергия успеха, это умение сконцентрироваться на том, что я хочу. У каждого из нас есть успех ежедневный. Мы проснулись, мы что-то сделали, у нас что-то получилось, мы родили детей, у нас есть, у каждого из нас есть успех. И на этом нужно концентрироваться. Деньги приходят к людям, у которых высокие вибрации. Если вы постоянно недовольны, если вы постоянно боитесь, если вы постоянно осуждаете, если вы постоянно бурчите в сторону своего партнера или партнерши, если вы недовольны собой, если вы постоянно ругаетесь, обсуждаете новости, если тема ваших разговоров – это колоть или не колоть прививку, как купить билет, заплатить за квартиру, и все время все это у вас вызывает страх и ужас, вы никогда из этого страха и ужаса не сможете выйти, до тех пор, пока не поймёте, что это прямая взаимосвязь с тем, что вы ощущаете. Это можно и нужно прорабатывать. На самом деле это всё не так страшно, как кажется. Вы знаете, когда алкоголик, например, вот у меня примеры, конечно, про всю сразу, когда алкоголик, например, пьёт десятилетиями, он, ну или какой-то зависимый человек, ему кажется, что невозможно остановиться, ну совершенно, это невозможно, ну как, уже вся жизнь в этом, большая часть жизни, я неоднократно это слышала. Когда человек останавливается от какой-то зависимости и потом проживает неделю, месяц, полгода, год, он не понимает, он говорит, а почему я раньше этого не сделала, что произошло, почему? Хотя проработка на самом деле не такая большая, нам всегда гораздо страшнее остановиться и научиться понимать взаимосвязь. Вот у того, есть у вас деньги или нет, есть непосредственная взаимосвязь с тем, что вы думаете, что вы чувствуете и с тем опытом, на основе которого вы сегодня строите свою жизнь. Потому что мы с вами строим жизнь на основе опыта, полученного и рассказанного нам кем-то другим. Но мы этого не помним и не знаем. Почему, например, одни считают, что деньги – это хорошо, а другие, что это плохо? Почему одни любят богатых мужчин, а другие считают, что над ними обязательно будут издеваться, такие мужчины будут изменять, и они вообще опасны? Почему одни женщины за то, чтобы находить себе отношения, в которых они будут счастливыми, а другие за находить отношения, в которых они будут обеспечены? Всё это основывается на нашем неком внутреннем опыте, на том, что мы слышали от подружек своей мамы, от своих подружек, смотрели в фильме, что рассказывала наша бабушка, что было в нашей семье, когда мы с вами родились, как нас воспитывали родители, какие отношения были у мамы с папой или у мамы с другими мужчинами. Это всё находится на нашем бессознательном. То есть мы не понимаем уже и не помним, почему мы так думаем. Это вот как история про то, как, знаете, вот, например, девушка говорит, «Я очень красивая, ты смотришь на неё, но для тебя ничего нет в ней красивого, но она настолько в себе уверена». Я раньше поражалась, знаете, я из женщин, которые, значит, считают, что красивыми они могут быть только, когда они очень худые, но очень худыми они почти никогда не бывают. Ну, то есть, ну, вот это про меня история. И вот я сейчас там вешу, например, 48 килограмм, да, это такой мой классический вес. Если я вешу, например, 51, я шорты никогда не надену, ну, просто чтобы вы понимали. И вот я иду такая себе, например, в длинном платье, потому что вешу 49 килограмм, и уже понимаю, что шорты уже скоро нельзя надевать. И идёт рядом со мной девочка, которая, или девушка, я не знаю, которая, наверное, весит килограмм 70 в коротюсеньких шортах с коротким топом. Она офигенно красивая, она охрененно себя чувствует просто. И я смотрю на неё и думаю, вот я добело, вот она, я вижу прям, она красивая, ей, блин, и всё, у неё парень красивый идёт, и вообще всё офигенно. Понимаете? А я такая, у нас у каждого есть своё количество каких-то геморроев. Но важно понимать, что деньги работают по одним и тем же законам. И ещё раз, к страдающим людям деньги не приходят. К недовольным людям, к людям, которые вечно себя истязают, мучаются, постоянно экономят, которые считают копейки, от вас деньги будут только уходить. Пока вы в своей голове не осознаете, как всё устроено, не достанете из себя вот эти старые тряпочки, которые к вам напихали ваши замечательные близкие родители. Не потому что они хотели, но мы все пихаем тряпочки в своих детей какие-то, закладываем. Неосознанно очень часто это делаем. Потому что никто раньше этому не учил и не понимал. Мы как бы, я всегда жизнь называю бадминтоном. То есть, когда мы не понимаем, ну вот, например, если вы знаете, что вы возьмёте горячую сковородку, и у вас будет ожог, вы не будете брать в руку горячую сковородку. Если вы знаете, что на машине нажать на газ, и вы врежетесь, вы не будете жать на газ. Но когда вы этого не знаете, вы можете творить всё, что угодно. Так вот, не понимая, как устроена реальность, считая, что, типа, да никак я не могу управлять своей жизнью, с нами любое событие происходит, и мы просто тупо, знаете, как ракеткой отбиваем валанчик. Но если бы мы понимали, вот в любой же игре существуют правила, и когда мы понимаем, с какой силой надо отбить валанчик, снизу его отбить, или сбоку его отбить, или так его отбить, или его подбросить, а потом отбить, мы понимаем, к какому результату это может привести. То же самое в нашей жизни. И когда вы понимаете взаимосвязь между тем, как вы сегодня отреагируете, как это отразится на завтрашней вашей реальности, вы начинаете реагировать совершенно по-другому. И в какой-то момент, вместо того, чтобы в очередной раз обидеться и разозлиться, вы понимаете, что вам это невыгодно. Потому что если я сейчас отреагирую таким образом, то завтра у меня денег больше точно не станет, а это не моя цель. Поэтому я осознанно выбираю другую реакцию. Понимаете? А люди этого не знают, и мы с вами раньше этого не знали. И поэтому с нами случается куча всего, мы называем это судьбой, мы бежим к гадалке Бабе Гале, мы на кофейной гуще пытаемся что-нибудь узнать. И самое главное, снять с себя ответственность. Я не при делах. Это всё оно само происходит, со мной нет никакой связи. Поэтому эти вещи нужно изучать. Это, собственно, то, чем я занимаюсь. То, чему я учу на марафоне «Рерайтер жизни», то, чему я обучаю на марафоне «Закон и денег». Когда мы с вами завтра стартуем, как раз я вижу, что уже люди пишут, что будут, когда мы изучаем взаимосвязь того, каким образом мы думаем, думали, совершали какие-то действия, как это всё отразилось на нашей реальности. Забавно то, что когда вы начнёте это всё прорабатывать, вы сами увидите. То есть вот у меня всегда, знаете, в чём, например, моя глобальная отличие от психолога? Психолог – это такая классная вообще движуха с психологом, работа. Но это работа, где тебя раскапывает психолог. То есть он тебе помогает раскапываться, и ты всё время в нём нуждаешься. Это классная работа, она в некоторых случаях очень полезна. А вот работа в моих марафонах – это история про то, когда вы сами начинаете понимать, как это работает. Это когда вам для того, чтобы запустить стиральную машинку, не нужно всегда кого-то приглашать, а вы сами уже в состоянии её запустить, и она у вас работает. Когда вам не нужен водитель для машины, чтобы поехать, потому что вы не умеете водить, но машина у вас есть. А это история про то, когда вы учитесь, сами научились, и можете садиться за руль. Вот мои марафоны позволяют вам понять причинно-следственную связь, и не нуждаться постоянно за тем в каких-то консультациях, а уже самостоятельно, очень чётко понимать. Ну так понятно, почему у меня такой результат, я же сама в этом виновата, я же сама вот это сделала. Значит, теперь я сделаю по-другому. То есть эти взаимосвязи настолько очевидны, настолько прослеживаются, когда мы их видим. Я сегодня приводила в сториз пример, он мне очень нравится. То есть в детстве я никогда ничего не знала про калории, я никогда не знала про жиры, белки, углеводы. Мне говорили, меньше есть. Я считала, что если я съела 3 пирожка, а не 5, как вчера, значит я съела меньше. Что если я съела макарон одну миску, а не 2, как вчера, это я съела меньше. Я понятия не имела ни про калораж, ни про то, что есть какие-то длинные, короткие углеводы, что-то там ещё. Ничего этого не понимала. И просто ела, сколько ела. Вот мне сейчас говорят, сколько ты ешь. Ты себя сильно ограничиваешь? Да, я себя сильно ограничиваю. Потому что при моём росте соблюдать мои параметры в моём возрасте, извините, уже метаболизм немножечко замедляется, достаточно непросто в таком весе существовать, учитывая, что вся моя семья склонна к полноте. У меня все крупные люди. То есть мне нужно очень немного еды, чтобы поддерживать эту форму. Если я буду есть в полтора раза больше, как мои подруги или друзья, я буду находиться в другом весе. Но у меня задача сохраняться в этом. И благодаря тому, что я понимаю колораж продуктов, благодаря тому, что я понимаю, какие продукты позволительно есть при моём весе и не поправляться, а какие непозволительно, я могу в этой форме оставаться. То же самое и с деньгами, с энергией денег. Когда вы понимаете взаимосвязь между тем, что вы думаете, ощущаете, связанное с деньгами, даже между тем, что когда вы платите деньги за что-то и вы платите, испытываете удовольствие или страдания, последние деньги отдаю, к чему вас это приведёт, совершенно по-другому меняется ваш поведенческий фактор. Понимаете? Ваше поведение становится другим. Вы понимаете эту взаимосвязь. И это самое ключевое, знать, как это работает. Когда вы знаете, как это работает, тогда вам, в принципе, ничего уже другого не надо. Какой у вас рост? 167 сантиметров у меня рост. Что вам ещё? Параметры, объёмы рассказайте. 88 бёдра у меня. Не знаю, сколько сейчас грудь, тоже, наверное, 88. Маленькая. Все в жизни люди, которые меня встречают, все говорят, вы такая маленькая. Я не знаю. Так, смотрю, 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 смотрю ваши вопросы. Теперь, что у меня был парень достаточно обеспеченный, хотел женщину на равных, то есть я должна оплачивать многое, хотя он знал, что у меня ребёнок, и заплата у меня была маленькая. Зато своей дочке он покупал всё возможное и вещи дорогих. Ну, это у вас были какие-то странные отношения. Вообще, когда мужчина обеспечен, и мужчина любит свою женщину, ему нравится, свою женщину обеспечить. Я вам скажу так. Вот я, например, обеспечена, и у меня есть подруги, друзья, и я всегда с удовольствием трачу на них деньги. Я с удовольствием покупаю подарки, я с удовольствием плачу в ресторанах, с кайфом. Это кайф, у меня есть такая возможность это делать. Если я тем более понимаю, то есть у меня много обеспеченных подруг, и мы часто просто друг друга угощаем, это абсолютно нормальная движуха, я сегодня тут заплачу, а я тут заплачу. А бывает история про то, когда я понимаю, что у моей подруги, например, там не так хорошо дела обстоят, как у меня, и мне совершенно по кайфу за нее заплатить. Обычно обеспеченные люди это достаточно щедрые люди, при условии, что я люблю тех людей, которые находятся рядом со мной. Если я понимаю, что меня использует, например, человек, то тогда, конечно, нет. И я не совсем понимаю мужчин, историю ваших отношений, если он хочет, чтобы вы зарабатывали. Возможно, он хочет, чтобы вы развивались, чтобы ему было с вами интересно, то есть это тоже мужчина имеет право хотеть женщину, которая хочет развиваться. Это, кстати, говорит о силе мужчины. И если мужчина намеренно не хочет, чтобы женщина развивалась, это говорит о слабом мужчине. Вот, например, рядом со мной мужчина в контексте развития моего должен быть сильный. То есть если мужчина не будет рядом со мной, не поддерживал бы моего развития, это говорило бы о его слабости. Почему? Вообще со мной, например, сложно в отношениях мужчине ко мне подходить. Почему? Потому что, когда женщина все время развивается и валит вперед, валит, ну, мало того, что она может еще ненароком и его зацепить, но это такое дело, это я уже поняла, что, ну, как бы, дело каждого, что делать, да, это мое дело просто принимать рядом с собой мужчину, который не хочет, например, там, работать или не принимать, это уже мой выбор, не его. А вот в контексте того, что мужчина должен мне не мешать и гордиться, да, ведь мужчины почему не очень любят сильных женщин? Потому что все время нужно скакать рядом с ним, потому что если ты не будешь достаточно сильным, ты будешь чувствовать себя слабым, а это тоже позиция, то есть есть мужчинам, которые комфортно, что они в финансовом плане тебя слабее, их это не парит, да, зато он там тебя любит и ты его наполняешь тем, что делаешь из него Бога, ты говоришь, ты Бог, ты меня любишь, ты Бог моего сердца, ты король моего сердца, будь со мной, люби меня, живи со мной, и он себя чувствует значимым, он понимает, что он вас наполняет, и если бы не вы, если бы не он, то ваши бы крылья не расправились, это тоже отношение, понимаете, один из видов, но если, например, мужчина ничего не хочет делать, не хочет вас условно, ну там, он занимается каким-то делом, но он не хочет все время париться и думать, что вы можете ускакать, очень многим мужчинам нравится быть над женщиной, то есть чувствовать, что он ее властелин и хозяин, вот в этом плане я никогда не уживалась, не могла выстроить отношения с такими мужчинами, потому что для меня моя реализация, это важно, не моя финансовая безопасность, нет, это, наверное, важно, но где-то вторично, то есть для меня именно важно, ну из меня прет, я человек-источник, то есть из меня это прет, я не знаю, куда это девать, если это не отдавать, и если я буду сидеть, например, дома, то я затоплю все, затоплю этого мужика, который будет рядом со мной, затоплю этот весь свой дом, и затоплю всех своих соседей, значит, ну это куда-то пойдет в негатив, потому что если я не смогу это делать с удовольствием, это буду делать без удовольствия. Как научиться доверять мужчине, ну вот о каком доверии вы говорите, вот примите тот момент, что вы живете сегодня, и сегодня можете получать удовольствие со своим мужчиной, сегодня можете, а завтра может быть не сможете, вот жизнь, мы в одной жизни проживаем огромное количество жизней, своих собственных и других, о чем это говорит, это говорит о том, что я меняюсь, и люди, которые рядом со мной, и находятся, тоже меняются. И когда мы говорим про недоверие, он повел себя не так, как я считала, но он изменился просто, а вы изменились в другую сторону, или вы не изменились. Я считаю, что люди должны просто быть вместе, если они хотят быть вместе, и все. И вот эта история про доверие, ну что такое доверие? Он мне не сказал, он сделал не так, как я хотела, это уже про контроль. Я не совсем понимаю слово доверие. Для меня есть понимание того, хочу я быть с этим человеком, или нет, хочу я быть с этим человеком. А какого-то заклинания про доверие, мне кажется, наклеили за нашу жизнь огромное количество наклеечек и клише разных, как что должно называться, как люди должны себя вести, как люди должны себя чувствовать, что между ними должно быть, ну я не знаю. Я не знаю, мне, например, я неоднократно говорила, там у мусульман есть такая история, которая мне очень нравилась одно время, может быть и сейчас нравится, что, например, мужчина может содержать такое количество женщин, быть женат на том количестве женщин, которые он может содержать. Вот я считаю, что у женщины, в принципе, тоже такая может быть движуха в сегодняшнем мире. То есть если она в состоянии поддерживать взаимоотношения или содержать какое-то количество мужчин, будь это морально, физически или материально, потому что во всех этих планах можно говорить о содержании, о поддержании, то почему нет? Мне кажется, мы очень сильно сами себя, вот этим институтом брака, институтом каких-то таких вещей, очень сильно сами себя сковываем и не даём возможности себе больше чувствовать, больше задавать себе вопросы. Чем больше ограничений этих ставим, тем больше начинаем от этого страдать. Мужчина должен зарабатывать, женщина не должна. Если она зарабатывает, он содержанец, он плохой, она хорошая. А если, ну вот, очень много вот этих и если, очень много если. А по сути, каждому из нас просто хочется быть счастливым. Просто хочется просыпаться утром и кайфовать от жизни. И какая разница, кто заплатит сегодня за завтрак, по сути, если деньги, в принципе, у вашей пари есть. Если в вашей паре вообще есть деньги, это говорит о том, что у вас есть вот этот энергетический, финансовый какой-то котёл, баланс, и какая разница, через чью дырку он приходит, через мужскую или через женскую. Вы вместе, и у кого-то из вас есть деньги. Всё. It doesn't matter, понимаете? Значит, что кто-то из вас вливает в любовь, а кто-то из вас выливает это в деньги. Вы вместе способны это сделать. А если вы вместе начинаете друг друга ненавидеть, то у того, у кого есть энергетическая дырка, или у кого есть дырка любви, это всё умножается на ноль в итоге, понимаете? Потому что, в общем-то, вы несчастны. Кто-то кого-то хотел любить, кто-то кому-то хотел дать, кто-то, точнее, мог перетянуть деньги, но вы страдаете, а страдание – это не про любовь и не про деньги. Страдание – это про болезни, про депрессии и так далее. Вот вам ещё один показатель вот этой истории странной с коронавирусом, когда уходит очень большое количество людей, достаточно известных, именитых. Я вам скажу, больше ушло несколько моих знакомых мужчин, очень состоятельных, обеспеченных и богатых. И я знаю причину, почему ушли они, потому что они находились в минус-ресурсе, не финансовом, а внутреннем, своём. Они находились в своих внутренних страданиях. Они не могли с этого переключиться. И вот эта энергия сейчас, я не буду сейчас про это рассказывать, я на этом, есть у меня в клубе, кто учится, я знаю, что вы смотрите эфиры, есть про это информация, про то, каким образом это происходит, связанное с нашими вибрациями Земли, энергетическими вибрациями, но люди уходят, потому что человеческая вибрация, на которой мы находимся, она сильно понижается, сильно понижается. У человека становится на клеточном уровне, уровень энергии сильно ниже, чем у энергии самой Земли. Всё, всё, и вы выключаетесь. Это как 220 вольт розетка, а у вас вилка на 110. Вы не сошлись. Так, мужчина перед вторым свиданием поставил условие, что надо с ним переспать. Живёт за границей, нет времени на ухаживание. Спать? Вы знаете, если бы мне такое поставили условие, конечно, то послан бы он был нахуй в тот же час. Ну, если у вас товарно-денежные отношения, то можете решать, тогда да. Если у вас отношения про отношения, то тогда это уже другие отношения, потому что условий в отношениях быть не может. Да, вот, ну, в нормальных отношениях вот таких условий быть не может. Это немножко другая история. Поэтому вы, конечно, самостоятельно принимаете решение, вот, что это и как это вы взрослый человек, но для меня это как-то удивительно. Так, родители должны были передать мне мои деньги, везли мои деньги, пока они везли их по дороге, у них украли деньги. О чём это говорит? Скорее всего, родителям было очень жалко отдавать вам деньги. Они считали, что вы их потратите не по назначению. Вот. Либо второй вариант, что у них их не украли. Такое тоже может быть. Они вам просто не хотят их дать и рассказали об этом. Вот. Либо вы сами очень сильно боялись за эти деньги и хотели их сами забрать. Это в любом случае вибрация страха. Это отношения про отношения. Он в Германии приехал на 5 дней. Ань, ну, я не знаю про историю про отношения, где были бы условия по поводу секса. Ну, согласитесь, да? Секс – это желание отдаться, желание обладать, желание любить, желание, желание, да, давайте с вот этого слова. А когда в сексе есть условие, то есть секс является условием, я не совсем понимаю взаимосвязь. Друзья, оказывается, что у Инстаграма снова есть ограничения по времени. Я вижу, что у меня осталось минуты 47. Я вам очень благодарна за эфир. Я очень рада, что он состоялся, и вы даже дошли. А я вас очень попрошу оставить комментарии. Мне сейчас очень сильно это нужно, поскольку эфиры давно не проходили на моем канале. Мне нужно поднять и напомнить людям о том, что они здесь есть. А их больше месяца, наверное, не было. Поэтому оставьте, пожалуйста, комментарии, был ли вам полезен сегодняшний эфир. И я напоминаю о том, что завтра стартует марафон «Закон и денег». Он очень крутой, очень легкий, потому что я сделала там очень много работы с чек-листами, где вам не придется сильно засорять голову, а просто придется поработать над тем, что написано, и вспомнить, что из того, что написано для вас близко, что вас парило. И мы будем находить с вами взаимосвязь между тем, что живет в вашей голове, и то, что происходит в вашей реальности с финансами. Естественно, я объясню вам, каким образом это убрать, и на это место запустить новый свежий финансовый поток и научиться принимать деньги с кайфом, любовью и так далее. Поэтому после публикации эфира, пожалуйста, не поленитесь зайти на секундочку и в знак благодарности, поскольку у нас тут нет денег, просто оставить несколько слов для тех людей, которые только думают смотреть этот эфир или нет. Ссылочка на «Закон и денег» есть у меня в профиле. Вы нажимаете на кнопочку в шапке профиля, на сайт переходите, там есть марафон «Закон и денег». Если вдруг не находите, напишите мне в директ, «Хочу на марафон «Закон и денег». Я вам пришлю ссылку напрямую. Обнимаю вас всех. Спасибо. Всем большое и классного дня.